всем привет я не в необычном образе так как меня просили показать как же я укладываю свое каре вот для того чтобы уложить свое каре у меня есть вот такая щетка с такой вот крупной щетиной такая широкая и обычная расческа так и что я делаю ну вот после того как я высушила полотенцем слегка у меня они вот в таком состоянии вот видите то есть вот все мои волосы они мне немножко так вьются слегка я беру молочко она увлажняет и полирует волосы это немецкое производство германия сделано вот и я что делаю я это молочко наношу на ладонь растираю и просто провожу по всем волосам для того чтобы их хорошенечко расчесать потому что так как они у меня окрасаны расчесываются они не очень хорошо вот чтобы они стали помягче буквально так две капли я делаю и мне хватает то есть по всем волосам провожу после этого я еще беру вот такой вот жидкость которая для кончиков сеченых кончиков волос и чтобы тоже волосы не пушились производства испании купила я ее в греции когда отдыхала вот тут тоже хватает буквально пару капель она вот такого прозрачно не видно ладно прозрачного цвета я вот так на ладонях и вот так по кончикам все провожу особенно вот здесь где у меня сильно повреждены волосы немножко так можно что конец на челку и так дальше какие мои действия я просто начинаю расчесывать волосы они уже видите расчесывается хорошо по длине расчесываю так потом я определяю свой пробор где у меня есть так уже причёсываю все как должны лечь мои волосы немножко их вот так сделала и все включаем фен и начинаю сушить пробором я как бы начинаю сушить и приподнимать вот так немножко корни то есть такими движениями приподнимаю руками и корни волосы после того как я немножко подсушила волосы еще по всей длине так как мои волосы сохнут очень долго я их вот так просушила теперь я начинаю я так зачёсываю с одной стороны все на бок и оставляю небольшие вот такие уже здесь пряди и накручивая их вот так на расческу начинаю вытягивать и сушить вот видите у меня уже что получается вот так я потом я пускаю еще одну прядь расчесываю это здесь а вот здесь опускаю еще одну прядь также беру ее накручиваю на расческу и также начинаем и и и и и и и и Так я сушу, доходя до пробора. Задние волосы я также подкручиваю на эту щеточку, включаю и сушу. При этом, когда вы сушите задние волосы, щетку вот прокручиваете вот так феном, сушите и прокручиваете в то же время щетку, чтобы волосы как бы прокручиваясь, выпрямлялись. Вот, доходите до пробора и то же самое, вот только я все зачесываю, потом, когда с этой стороны я все высушила, я зачесываю также, а ну сперва вот еще можно, пока пробор, вот здесь, можно взять вот эту макушку, вот так, также выкрутить ее на щетку и также просушить с этой стороны и с этой стороны, чтобы она у вас приподнялась, сзади тоже все было пышно. И также сзади все вот эти волосы мы вот так же поднимаем, накручиваем и сушим феном. все. А эту сторону также я зачесываю сюда, ну челку вы тоже также выпрямляете вот с помощью щетки, вот так, крутя, вот щетку выпрямляете феном, также здесь все зачесываю и также небольшими прядями начинаю сушить с этой стороны, вот так. Вот и все, высушила я волосы. Вот видите, что у меня получилось. Так что просто работала вот этой щеткой и вот как бы выпрямляя, вытягивая их, подкручивая, вот так у меня получилось. Вот. Обычно я, я не пользуюсь никогда никакими пенками, не лаками для волос, вот так, ну, потому что мои волосы как бы и так жесткие и густые. Мне это не нужно. Моя прическа держится до следующего мытья. Ну, а кому-то, конечно, нужно залачить или нужно, у кого тонкие волосы, нужно уже сделать, можно пенкой, у кого плохо ложатся волосы. Вот. Ну, так как я сегодня иду на день рождения, я сейчас их еще немножечко подкручу здесь плойкой и покажу, что у меня получилось. так что вот сзади тоже вот именно так. Все просто. Хочу поближе вам показать еще эти средства. Вот. Это немецкая, очень хорошая, она очень смягчает волосы после мытья, вообще шикарная штука, уже вторая у меня. И это, ну вот, я не знаю, здесь продается у нас или нет, но я покупала этот в Греции, напомню. Ну, это испанская штучка, Барселона написано. Ну, вот так я подкрутила немножко, но это пока я не распределяла, не укладывала их. У меня вот такая плойка тоже широкая, видите. вот, потом я их тут уже уложу, распределю. Накручивала я, конечно, уже брызгала немножечко лаком, чтоб держались, потому что без лака держаться, конечно, не будет. так что как-то вот так вот получилось. И потом я это все уложу получше, подкрашусь и буду красоткой. Я так думаю. так что вот все я вам показала, кто просил. Все, всем пока. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok